Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро! У кого-то снег в Израиле плюс 20, очень приятная погода, плюс 20, люблю когда тепло. И мы продолжаем изучать Тору, продолжаем постигать по утрам высшую вообще мудрость, которая идет от Бога. Та мудрость, по которой был построен мир, продолжаем ее изучать в разных форматах. Сейчас мы изучаем книгу, которая называется «Свиток Эстер». «Свиток Эстер» был написан около 2400 лет назад. И вот мы сейчас изучаем скрытые вообще глубины вещи, которые в нем отражаются, и для нас они актуальны. Значит, продолжаем изучать, продолжаем изучать. Очень интересно... Сейчас, секундочку... Так, хорошо. Значит, мы дошли до того, что царица Вашки, жена царя Ахашвироша, она устроила на пир для женщин в царском доме царя Ахашвироша. Обратите внимание, написано было в девятом отрывке «Так же Вашки царица». То есть, вначале было имя Ее Вашки, потом имя царица. И здесь мы видим вот эту вот внутреннюю борьбу, которая происходит между Ахашвирошем и Вашки. И вообще, Ахашвирош, он, как мы знаем, захватил власть. То есть, это очень удивительная вещь. Я когда-то слышал, что когда человек получает высшую власть, например, становится президентом, да, президентом страны, то с ним происходят необратимые психологические и личностные изменения. То есть, человек, который получает власть, у него есть армия, ракеты, он может подписать указ, и кого-то, у кого смертная казнь, его можно помиловать, а кого-то можно казнить. То человек, который попадает вот в это состояние, у него происходит, ну вот, прям необратимо, он другой. То есть, вот мы знали одного человека, потом мы даем ему власть, это вообще другой человек. Но интересна еще другая вещь, что те люди, которые стремятся к власти, у них изначально тоже есть совершенно особенные личностные характеристики. Они готовы воевать, драться, то есть, они такие очень-очень смелые и очень, как сказать, борьба без правил, да, то есть, власть, это борьба без правил. И вот Ахашвирош, когда он захватил власть в Древней империи, 127 было в ней государств, захватил власть, то он, чтобы ее укрепить, женился на внучите на выходные цара, первого предыдущего царя, который был, именно у него была царская власть в поколениях. То есть, он был царем, знаете, как раньше были такие сословия, касты, и он был на выходных цар, это был царь, который был царь несколько поколений. И вот Ахашвирош женился на этой вашке, но она ему, с одной стороны, отдала ледитимацию, и она ему дала, как бы, вот эту силу в глазах народа, что он женат на внучке великого царя на выходных цара, который разрушил первый Иерусалимский храм. Но, с другой стороны, это все время ему напоминало о его простом происхождении, и он от этого страдал. Поэтому, написано, боем Ашвии, в седьмой день, значит, здесь тоже не зря указано, что это было именно седьмой день, когда было добрая, когда было хорошо на сердце у царя от вина, то есть он набухался конкретно, и сказал он своему миуману биста харбона бикта в авакта затор в каркас шват сарисим амишартиметне мэлах Ахашвирош. Тогда он позвал своих семь евнухов. Представляете, раньше тема была, да? Значит, были такие люди, которые назывались евнухи. Евнухи были двух категорий. Были евнухи добровольные, то есть люди, которые отрезали себе мужское свое хозяйство, да, это как операция по изменению пола сегодня, и они становились евнухами. Были евнухи, которые не по желанию, им отрезали. И это была страшная вещь, но у царя работали вот эти вот евнухи, царедворцы. Он мог на них полагаться. Почему он мог на них полагаться? Детей у них уже никогда не будет, то есть родственников, наверное, тоже всех поубивали. И вот эти евнухи, они как бы, понятно, что их психология, они ничего после себя в этом мире не оставят. И более понятно, что на них, в принципе, никто повлиять особо не может. Особенно, если он с детства этот евнух, то уже понятно, что он такой человек без будущего. В общем, у царя Ахашвироша было семь вот этих евнухов. И он им говорит, значит, одиннадцатый отрывок. Он говорит, приведите ко мне вот эту вашки, вашки, эту внучку на выходные цара, царицу. Идет царица после. Он говорит, для меня она не царица. Для меня она вначале вашки, просто вашки. Приведите-ка ее ко мне. Лифне Амеллах, перед царем, приведите мне. Но тут очень интересно. Приведите ее в царской короне, только в царской короне, говорит предание. То есть голая, прямо Уснатора нам сообщает, что он так набухался, что он сказал привезти царицу к нему на пир, где они сидели со всеми, в Верховный Совет вот этой вот всей страны, Бекетер Малхут, только в царской короне, Ля Рот Аамим Ва Асарим Этиофия, показать народу и министрам ее красоту. Титават Мареи, что она красивая. То есть, когда он набухался, зашел разговор, и он говорит, я царь, я царь безграничный, без вообще, мне никто не указ, вообще никто не указ, ничего мне не указ, я царь выше всех. И говорит, если вы думаете, что я на ней женился, потому что она внучка на выходные цара, он говорит, вообще нет. Я на ней женился только потому, что она красивая. И вот это все скрыто здесь, в этом отрывке. Он говорит, мне вообще все равно, все равно, значит, чья она дочка, мне все равно правила поведения, послать за ней семь евнухов давай и приведи ее сюда на царский пир. Так он сказал, представляете вообще. И, значит, когда он так сказал, вот тут возникает вопрос, а что было дальше, да? Значит, что было дальше, сейчас. Так, что было дальше. А дальше было следующее. Ответила ему Вашки, как вы думаете, что она ему ответила? Она ему ответила так. Она ему ответила так. Все. Она ему отвечает. 12 отрывок. Ватымаэн амалка Вашки. Она и отказалась. И тут на первом месте идет слово царица Вашки. Она ему говорит, я не Вашки для тебя. Я не просто для тебя девушка, да? Какая-то просто Вашки, типа красавица. Она же тоже напилась. У женщин тоже был отдельный пир. Она напилась. И она ему отвечает. Ватымаэн амалка Вашки. Отказалась царица Вашки. Ля воби двара мэлах. Ашер баята сарисим. Прийти по слову царя, которое он передал через каких-то евнухов. То есть она ему говорит, ты что? Ты вообще с тем разговариваешь? Ваекцов амэлах мэот вахамото барабо. И разгневался царь очень, написано. И ярость закипела в нем. То есть она ему ответила очень некрасиво. Устная традиция говорит, что она ему передала через них, что ты вообще никто, ты был конюхом вообще, а я царица из царского рода. То есть она его еще и плюс публично оскорбила. Одиннадцатый, тринадцатый отрывок. И сказал царь мудрецам, знающим времена, что так делает царь перед теми, кто знает законы и постановления. Он обратился, значит он сидит, но тут очень интересно, надо понять, что человек, который поднялся на самую большую вершину власти, он непростой человек. Он реально сумел всех победить. То есть он царь горы. Он царь горы, он, значит, воевал. Сто двадцать семь стран он захватил. То есть он хитрый, умный. И он самое главное, вот такие люди, например, как Сталин, они не прощали к себе неуважение. Даже на маленькую вещь, я, который лезет на власть, он к себе не может простить неуважение. И он умный. А в чем заключается самый большой ум человека? Самый большой ум человека заключается в том, что он знает, с кем советоваться. Нет людей, которые были бы специалисты во всем. Если мы посмотрим, например, тот же Стив Джобс, какой у него был главный принцип в жизни? Главный принцип в жизни у него был находить самых лучших специалистов во всех сферах и с ними советоваться. Какой был у Эндрю Карнеди, например, самый богатый человек Америки сто лет назад, главный принцип, который он приказал написать даже на Модиле? Здесь лежит человек, который был намного умнее, чем он сам. То есть чем выше поднимается человек, тем больше можно с уверенностью сказать, что он сумел окружить себя людьми, с которыми он мог советоваться и чьи советы он слышал. То есть руководитель, любой большой руководитель, его, он как бы только для тех людей, которые внизу, они видят его. Но чем ближе ты к нему поднимаешься, тем больше ты понимаешь, насколько сильный руководитель зависит от окружения, от того, кто ему советует. И вот здесь написано так, что «И сказал царь Хахамим, сказал царь мудрецам, знающим времена». Говорит нам устное предание, устная тора, нам говорит, что он пошел советоваться вначале к еврейским мудрецам. Он пришел с ним советоваться. Откуда мы это знаем? Написано «Знающие времена». «Знающие времена» – это в Талмуде, еще есть такой трактат «Рошашана». Там написано в Талмуде, что время, за которое луна проходит вокруг Земли, круг делает, там 29 дней, ну, лунный месяц, 29 дней, там, в общем, с точностью до, после запятой идет там 10 цифр, которые узнали точно эту цифру, только когда люди сумели высадиться на луну, сумели узнать эту цифру, наука сумела узнать эту цифру. И в Талмуде спрашивается, откуда они знали? Откуда знали древние мудрецы вот эту цифру с точностью, там, до 10 цифры после запятой? Отвечают, это там предание, это предание, это кабыла, это от того, кто сотворил мир, от того мы и узнали. Теперь предание нам говорит, что сказали мудрецы ему, когда он посоветовался, что мне теперь делать? То есть он реально опозорился. Сидит все цари, не цари, все его губернаторы, главы областей, то есть он собрал пир, который идет 180 дней. Он обухался, он публично сказал, сейчас приведут вот эту вот вашки царицу голой, да, чтобы показать, кто здесь царь. Она ему шлет, я не приду. И он такой, что делать? Попадала. Он, значит, говорит мудрецам, что делать? Еврести мудрецы ему говорят, мы не знаем, мы не знаем. В Талмуде есть такой совет, да, что научи свой язык говорить, я не знаю. То есть не будь категоричным, не будь слишком блатным. Есть ситуации, когда лучше сказать, я не знаю. И в этой ситуации они сразу поняли, он ее, в принципе, она была действительно очень красивая. Она была очень, вашки это была, он ее любил. Дальше мы узнаем, почему он ее любил, как дальше разворачивались события. И они понимали, что любой совет в этой ситуации, накажи ее, потом он ее накажет, убьет, потом он будет страдать. Не накажи ее, потом он скажет, что вы мне насоветовали, у меня из-за вас восстание. В любой ситуации проблема. Они сказали, мы не знаем. Я сейчас расскажу тоже интересную вещь. Когда-то это было в Польше, где-то около ста лет назад. Был такой великий мудрец, его назвали Хозе из Люблина. Он был слепой, но он был видящий. То есть, он видел, он был великий мудрец, который, к нему все приходили, задавали вопросы, он был видящий такой. И как-то два хасидских рэбэ, между ними возник конфликт. И был очень большой конфликт. Последователи одного другали с последователями другого. Там была целая, огромная у них была конфликтная ситуация. Но эти два мудреца, которые у них была конфликтная ситуация, они были оба на очень большом уровне. В общем, пришли их последователи к этому Хозе из Люблина и сказали, скажи, кто из них прав. Скажи, кто из них прав, на чьей ты стороне. Этот Хозе из Люблина говорит, я вам расскажу историю. Я вам расскажу историю. Говорит, когда-то лев после бурной пьянки шел по лесу в плохом очень настроении. И вот этот лев в ужасном настроении, он шел, прямо у него внутри ярость была. И он хватает, тут смотрит, волк бежит. Он хватает волка вот так и говорит, значит, дыхнул на него, говорит, есть у меня перегар? Волк ему говорит, есть перегар. Лев ему голову оторвал, говорит, ты вообще, где уважение к царю зверей? Где уважение к царю зверей? Значит, убил его. Идет дальше, хватает заяца, заяц, вдыхнул на него, есть от меня перегар? Заяц такой, вообще земляникой пахнет, малиной пахнет, перегаром не пахнет. Он, заяц, оторвал голову, говорит, как ты можешь врать царю зверей, что я не знаю, что есть перегар? Значит, хватает он лисицу и говорит, вдыхнул на него, лиса, есть перегар? Лиса такая, носом поводила, поводила, говорит, знаете, говорит, уважаемый лев, я бы, говорит, вам с радостью ответила, но у меня две недели насморк, вообще запахом не чувствую, не знаю, говорит, не знаю, не могу ничего сказать. Хозе излюбленный решил не отвечать на этот вопрос, потому что любой ответ был хуже, чем не ответить. То же самое сделали здесь и в рейсе мудрецы, знающие времена, они сказали, мы не знаем, мы не знаем, то есть мы из этого отрывка 13-го учим две вещи. Первое, для царя, для человека очень важно советоваться с умными людьми, но для умных людей иногда есть ситуация, когда лучше советов не давать. Вот здесь мы прямо из одного отрывка 13-го выучили два очень важных закона, которые применимы в жизни каждого из нас. 13-й отрывок, 14-й отрывок, значит, Веакаров, Элав, Коршана, конечно, имена у них были в Древней Персии тогда ужасные, вообще, Веакаров, Коршана одного звали, Шетар, Адмаса, Таршиш, Марас, Марсана, Мимухан, Шиваса, Сараф, Сарей, Парас, Умадай, Рей, Пнеамелых, Айушвим, Решинабе, Махут. Значит, ну, у него было семь его, семь его главных, близких к нему министров, которые с ним прошли вот этот весь путь, они были министры Персии и Парас, Вемадай и Мидии, то есть, они вместе с ним поднялись и захватили вот этот вот престол, это было семь его близких таких советников, знаете, как Совет Безопасности. Они были рядом с ним и они сидели рядом с ним всегда. И начали они обсуждать, что сделать с царицей Вашти, которая не выполнила приказ царя Ахашвироша, который он послал через Евнухов. То есть, они все сели и начали думать, что теперь делать. То есть, он попал в сложную ситуацию. Он, который боролся за единоличную власть, который, в принципе, не прощал к себе малейшего неуважения. Он попьяни позвал царицу и эта царица отказалась. И теперь не получает, непонятно, что делать. Непонятно, что делать. Значит, сели они советоваться. Вот эти вот семь его окружения, ближние люди, всегда у любого царя, министра, правителя, у него есть вот эти вот такой ближний круг. Как, я помню, такой был анекдот. Видите, когда читаешь вот эту вот, когда изучаешь штору, как бы становится, мне лично становится сразу непонятно, стоит ли шутить над сегодняшними царями. Потому что сегодняшние цари, да, они хотя не цари, у них нету царского звания, но они находятся как исполняющие обязанности царей. И шутить с такими людьми я лично не хочу, не буду. У меня была очень хорошая шутка про одного из современных царей, но я не хочу, это как мы живем в эру демократии, но люди остались теми же людьми. И те люди, которые залезли на власть, они шуток против себя обычно не прощают. То есть не прощают, все запоминают, все записывают. Поэтому я шутить не буду. Хорошо. Значит, эти семь человек, перечисленных выше, сели с царем обсуждать, что с ней делать. Шестнадцатый отрывок. Значит, и сказал Мимухан, одного звали из них Мимухан, Лифнеамелых Ваасарим, и сказал Мимухан, которого назвали последним. Он был самый из семи вот этого Совета Безопасности, он был самый молодой и самый такой, как сказать, низкоуровневый, да, но тут он выскочил первым. И говорит нам Талмуд, говорит Талмуд, что идет Кофет Слерош, что человек глупый, он прыгает вперед. То есть, он как бы лезет, как на украинском было, попереть батти в пекла, он лезет вперед, он выскочка такой. И это иногда помогает, потому что вот этот Мимухан, он дал царю совет, который царь послушал, и он его поднял, и говорит нам дальнейшее, то, что мы будем изучать, он стал главным премьер-министром за этот совет. То есть, он выскативает вперед из семьи этих министров и говорит царю. Он говорит царю следующий текст. Он говорит, смотри, ло аль амелах левадо аста вашти амалка, автамашти вашти амалка, ни на одного царя сделала вред напала вот эта вот вашти царица. Это не уже, это не ваш личный разговор. Ти аль коля сарим ва аль коля амим ашер беколь медино там элах ахашвирош. Он встал и говорит, смотрите, это вопрос уже не личных отношений, это вопрос государственный. То есть она не только сейчас то, что она отказалась прийти, она выступила против царя. Это государственное преступление против всего устройства государства. Тиецед ва амалка аль коля нашим ля вазот балэ им бэ им теперь он говорит, смотрите, то, что царица она не вышла, теперь об этом узнают все женщины в государстве. Теперь узнают все женщины в государстве, и теперь они будут позорить своих мужей, позорить своих мужей Бэмрам, Амэлах Ашверош, Амар Ляви Этвашти, они теперь все скажут, а если царь Ашверош, царь, сказал привезти жену Вашти, царицу, Лифана Валоба, она не пришла, то есть все, эмансипация начнется, сказал этот Мэмухан. Он говорит, что ж теперь будет-то, если царица царя не слушается, так теперь все женщины не будут слушаться мужей, он говорит, это страшно, это страшно, что начнется тогда, и значит, ва-йом, а-зе, тумарна, сарот, пара-сума-дай, а-шер шамует, два рамалка, лэхоль царя-мэлах, и тогда скажут все вот эти вот жены министров Персии, Мидии, которые услышали, что вот эта царица, она отказала, теперь они что скажут, и скажут они, значит, начнется беспредел, значит, это начнется беспредел, так он объяснил ее поступок, он его как бы поднял, усилил, он дал ему, знаете как, дал ему такое объяснение, которое, в принципе, в нем и не было, как часто бывает, когда там муж, например, не вынес мусор, жена ему говорит, значит, ты меня не любишь, это значит, что ты меня не любишь и никогда не любил, или жена, например, она пришла чуть позже Или чуть раньше Или не приготовила кушать А он не говорит, это значит, что ты И дает какое-то там Супер-мега-значение Вот этот Мемухан, он встал и дал Вот такое вот значение Это значит, что сейчас все женщины И так далее Значит, что было дальше Что было дальше, мы узнаем Завтра Мы узнаем завтра, значит, завтра мы С Божьей помощью закончим первую главу Сегодня мы уже закончили Значит, что мы узнали сегодня Первое, надо советоваться с умными людьми Второе, если с вами советуются Не всегда надо давать советы Третье, мы узнали сегодня, что Объяснить поступок Можно тысячу разными способами И от того, насколько вы объясняете Поступок другого человека Зависит степень вашего Вашего отношения к нему Не от поступка самого А от вашего объяснения От того, что произошло Вот то, что мы пока узнали Из сегодняшнего урока Торы по книге Меделат Эстер Свиток Эстер И с Божьей помощью Завтра мы продолжим его изучать С 10 до 10.20 Все, всем хорошего дня Прекрасного дня Полного Духовного и материального развития Все, удачи, успехов Спасибо за субтитры Алексею car